Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал The Get пришёл следующий интересный вопрос. В день причастия, бывает, порежешь палец или других мест кровь пойдёт. Грех ли это? Что делать с материалами, пропитанными этой кровью? О, хохонечки, хохо! Ну, друзья, неужели вы думаете, что причащаясь тела и крови Господней, ваша плоть теперь плоть Христа, а ваша кровь теперь кровь Христа? Это, конечно, сильно, ничего не скажешь. И я бы, знаете, даже не зачитывал этот вопрос, если бы не знал, насколько он популярен. Действительно, нет-нет, кто-нибудь да спросит. Я хочу вас успокоить. Всё-таки причастие — это, с одной стороны, таинство преисполненного реализма, ибо истинное тело — истинная кровь, но под видом хлеба и вина. Другой стороны — это духовное таинство. Ты приобщаешься духа, который невидим, духа святого, который един с отцом и сыном. В причастии ты соединяешься с Богом, троицей, единосущной и нераздельной. И ты не превращаешься автоматически, молекулярно в Господа Бога. Кровь Господа Бога нашего Иисуса Христа очищает нас от всякого греха в жизнь вечную, а не в то, чтобы превратиться физиологически во Христа, в Его кровь и в Его тело. Поэтому никуда эти марлечки, эти бинтики не надо складывать в отдельное место, сжигать потом с ужасом и страхом. Вот если кровь куда-нибудь капнула, не надо потом сильно об этом переживать. В общем, живите спокойно и не забивайте себе голову подобными мыслями. Ваша кровь — это ваша кровь, а кровь Христова — это Его кровь. Но без нее жить нельзя, ибо только тот будет иметь в себе жизнь, как говорит Спаситель, кто причащается тело крови Господней. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.